И звучала она в новостях именно так. Путин предложил Собянину снести московские хрущевки. На самом деле ситуация началась намного раньше, может быть даже за пару-тройку лет до того, когда в результате крымской авантюры в России начался очередной виток экономического кризиса и появился он в том числе в 9% рынке. И как-то оживить этот рынок была задача, и была задача каким-то образом вообще где-то добывать деньги. Раньше деньги забывали из земли в виде нефти, теперь деньги из земли плохо добываются, нефть дешевая, поэтому деньги стали добывать из людей в России, которые живут в России. Ну и в том числе, которые не живут в России, и у которых есть там собственность. Ввели всякие разные налоги дополнительные, платоны, платные парковки и так далее. И вот этот процесс уничался вот этим вот событием, когда Путин с Собянином объявили, что они будут нас относить. И тут же возникла главная интрига. Ну, мне тут сказали, что тут публика очень вверху не такая взыскательная, поэтому нужно как-то все в форме детектива рассказывать. Поэтому, а так просто слушать скучно, поэтому я расскажу. Главная интрига была такая, не знаю, видите вы или нет, пиар это или коррупция. То есть это ради пиара или распила бабла. И были жалкие споры между разными умными людьми, приближенными, неприближенными, просто обычными людьми. Ну, пока одни пытались все это защищать, чтобы придумывать, другие спорили, как всегда. У нас сидели к самому люди, которые делают, у людей, которые сидят в Фейсбуке. Но, тем не менее, этот вопрос занимал всех. И ответок, я вам сейчас прямо скажу. Вообще, в детективах обычно ответы в конце, но бывают такие детективы, где ответы сразу. А потом рассказывают, как к этому пришли, такие постмодернистские. У нас тут модернистский детектив, и я вам сразу скажу, что это было. Значит, основные две причины, почему все это произошло. Ну, в частности, в 2016 год из 4 миллионов квадратных метров, которые построили в Москве, в разных частях, независимо, это на Стоженке или в Новой Москве, ничего не продавалось. Продали всего 1 миллион. Рыдор стоял, и он до сих пор, на самом деле, стоит. А вековские конторы закрываются массово, потому что ничего невозможно продать, и ничего невозможно купить, потому что ничего не понятно. А просто банально у людей кончились деньги. У людей кончились деньги, а строительные... А вот это вот, помните такая сказка, горшочек варил? Вот горшочек варил, 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 а деньги кончились. И каша эта уже никому не нужна. А вторая причина, я вот точную цифру сегодня не назову, я не обещал тут один политолог прислать, но я не прислал. Рейтинги у Путина в Москве очень сильно падают. И в Москве Путина нужно как-то взбодрить рейтинги. Ну и Собяни тоже, кстати, неплохо было бы, взбодрить. И вот эти две причины, на самом деле, и породили вот эту прекрасную аферу, гениальную по-своему, которая называется реновация. На самом деле, вот ответ на вопрос, пиар это или коррупция, очень простой. И пиар, и коррупция одновременно. Сначала хотели, как там, казни, потом танцы, потом решили совместить. Или как там было, в Ньюнхгаузне. В общем, короче, для одних это пиар, а для других это коррупция. Понятно, что вот если мы вернемся к Славину 1, то для Владимира Владимировича это, естественно, не коррупция, для Владимира Владимировича это, прежде всего, пиар. Значит, ситуация развивалась примерно следующим образом. Ну, мы реконструируем, мы не можем сказать точно, у нас нет данных, вот я, лингвисты, у нас есть такая методика, называется реконструкция. Потому что мы не жили там 10 тысяч лет назад и не знаем про андоевропейский язык, как мы их обедем, но по следам, которые сейчас существуют в немецком, французском, в русском языке, мы можем восстановить андоевропейский язык. Вот точно так же мы восстанавливаем некоторую картину, которая происходила. Например, скорее всего, было так. Девелоперы, строительный бизнес. Один из самых серьезных бизнесов России, потому что в России строят и качают нефть, больше там ничего делать не умеют в основном. Ну, еще за ягодами и грибами ходят, потому что сейчас народ хотят на грибы пести. Вот, так вот, они начали вот поседать, как говорится, да, разоряться. Очень много мелких фирм разорилось, даже крупных фирм тоже много разорилось. И ситуация была печальная, но что с этим надо было делать? Надо было откуда-то подхлестнуть этот спрос. Поскольку естественным образом рынок был перенасыщен, и рынок сам себя не регулировал, потому что у нас не рыночная экономика в России, это просто, ну, очевидно, да, то здесь нужны были административные рычаги. Ну, как заставить бюджет вложить много-много денег в это вот? Все, извините, я сейчас буду неплохие слова говорить, если кому-то не нравится, заткните прямо сейчас, слушай. Это называется домнастрой по-русски. Вот, а как вот вложить деньги туда заставить? Ну, очевидно, что под этим должна быть красивая история. Как вложить деньги, кучу денег распилить, например, у нас любят пилить на красивых историях в России. Керченский мост. Вот сегодня 20 метров асфальта положили первого. А до того очень много денег закопали. Несколько триллион, по-моему, сейчас было хуже. Ну, я не помню, я про Керченский мост посмотрела. То же самое вот у нас была Олимпиада, а потом у нас была Крымская компания. А теперь у нас футбол. У нас под футбол очень много-много пилят денег, прям вот такими огромными пилами. И очень, особенно, зенит-арена такой есть у нас. Вечно строящийся такой стадион, который можно вкопать в бесконечное количество денег. Очень удобный объект. Ну, и вот точно так же придумали красивую пиар-историю. И Владимир Владимирович принесли ее на блюдечки. Сказали, смотрите, Владимир Владимирович, «Сейчас мы осчастливите всех москвичей». Ведь его друг Шувалов, у которого есть огромный дворец под Москвой, в котором, как говорят, служат только филиппинки и филиппинцы в качестве.